Доброе утро, уважаемые трейдеры и клиенты компании Амаркетс. Сегодня 9 декабря и мы начинаем наш утренний брифинг. Сразу же перейдем к основному событию последних дней, которым, безусловно, является вчерашнее заседание Центрального банка Еврозоны. Что же вчера произошло, сейчас мы очень детально с вами и разберем. Непонятно, хочет ли ЕЦБ, чтобы евро и дальше продолжал свое снижение, но так получилось, что те действия и те заявления, которые вчера сделал Марио Драги, повлияли на евро именно таким образом, что он потерпел полное фиаско, можно даже так это обозначить. И мы увидели снижение сразу на несколько фигур в ходе вчерашней торговой сессии. Если посмотрим на график, я думаю, что вы прекрасно уже это видели и сами. Дело в том, что экономисты ожидали, что программа закупки активов, в первую очередь госапплигаций в еврозоне, будет продлена еще на полгода. Но чиновники перенесли дату ее окончания на 9 месяцев, с марта на декабрь следующего года. И, конечно, с одной стороны, это могло стать позитивным моментом для евро, но давайте более детально посмотрим на цифры. То есть объем активов, закупаемых с апреля по декабрь, был уменьшен с 80 млрд евро до 60 млрд евро. И это, опять же, должно было подстегнуть евро к дальнейшему росту. Но если мы посчитаем, проведем довольно простые расчеты, то увидим, что по факту объем закупок за 6 месяцев, как предполагалось изначально, составил бы 480 млрд. А вот за 9 месяцев, несмотря на то, что помесячные объемы закупок были снижены, но за счет того, что сам срок этих закупок госапплигаций был увеличен до 9 месяцев, и суммарная цифра составила уже 540 млрд евро. То есть именно такую сумму Евробанк потратит еще на то, чтобы поддерживать экономику еврозоны. И, конечно, это несколько расстроило инвесторов, потому что, если мы посмотрим, опять же, на график, то сначала даже не все поняли о том, что на самом деле объем закупок все-таки будет увеличен. Суммарный объем, я говорил об объеме за 9 месяцев. И, несмотря на то, что эти цифры изначально были бы позитивными, уменьшение объема помесячного с 80 до 60 млрд долларов. И мы могли увидеть такой сквиз на графике вверх. То есть евро сначала вырос в течение буквально нескольких секунд. Возможно, как обычно, собрали стопы в таком случае, как перед выходом практически каждого важного новостного события. Но затем продолжил свое снижение. Тот тренд, который мы наблюдаем на протяжении последних уже нескольких недель, а то и месяцев. Что нужно сказать по поводу позиции Марио Драги. Вот в ходе вчерашнего своего заявления он занял более мягкую позицию, нежели от него, опять же, ожидали инвесторы. Он потратил большую часть своей пресс-конференции на разговоры о возможности дополнительного стимулирования. И отметил несколько угроз, которые нависли над экономикой еврозоны. А также отметил, что пока ЕЦБ не собирается сокращать объем закупок. И здесь нужно сделать важное замечание, такую ремарку и немного поразмышлять, что же это означает. Да, вот, казалось бы, те достижения в экономике еврозоны, которые были совсем незначительными на протяжении последнего времени, говорили о том, что пора что-то поменять в действиях Центрального банка еврозоны. И пора сместить акценты, может быть, в сторону более истребинной позиции. Да, как об этом говорят, опять же, многие экономисты настоящего времени. То есть, политика смягчения, снижения ставок и увеличения объемов накачивания экономики уже не работает, к сожалению, и нужно что-то менять. Но, тем не менее, Марио Драги пока так не считает. И он считает тот курс, который был принят вот несколько уже лет назад, он считает его правильным. А это будет означать, что евро будет и дальше продолжать свое снижение. Вот, опять же, можно сделать такую ремарку, что, казалось бы, европейская валюта снизилась уже довольно серьезно по отношению к американскому доллару, к прочим конкурентам. И мы знаем, что когда валюта какой-то страны является более дешевой по сравнению с конкурентами, это должно, конечно же, подстегнуть рост экономики этой страны. И поэтому вполне можно было бы на месте Марио Драги, как считают многие, несколько сместить акценты и уйти от постепенного смягчения экономики в сторону постепенного ужесточения, чтобы, опять же, в будущем был шаг для маневра, возможность для маневра и была возможность, опять же, ее смягчить. Потому что в данный момент мы столкнулись с такой ситуацией, ну, точнее, Европейский банк столкнулся с такой ситуацией, когда у него практически уже нет возможности как-то влиять на стимулирование экономики. В ходе вчерашнего брифинга мы много говорили о том, что постепенно попросту кончаются деньги, свободная ликвидность для того, чтобы продолжать выкуп гособлигаций прежними темпами, и постепенно окончаются сами активы, то есть не так много самих облигаций, которые можно было бы выкупать и тем самым стимулировать экономику. То есть мы видим, что в дальнейшем, то есть уже в следующем году, несмотря на то, что программа смягчения и программа закупки активов была продолжена, мы видим, что, во-первых, опять же, снизили помесячный объем закупок, да, и все это говорит о том, что в целом этот шаг больше работать вряд ли будет. И это означает, в свою очередь, что евро будет также под большим давлением. Мы вполне можем увидеть пресловутый паритет, о котором уже так много говорилось в последние годы, да, каждый год многие ждали, что евро-доллар будут стоить примерно одинаково, да, то есть попросту за один доллар будут давать один евро и наоборот, но мы все никак не видим эту цифру. И вот после вчерашнего заседания ЕЦБ стало понятно, что, возможно, мы близки как никогда именно к такому положению вещей. И можем вполне скоро увидеть эти уже значения на графике цены. Далее, что хотелось бы еще отметить по поводу вчерашнего заседания ЕЦБ. Драги признал наличие некоторых положительных изменений в экономике и даже повысил прогноз на счет роста ВВП в 2017 году, но опять же четко дал понять, что вчерашние действия ЕЦБ были направлены именно на сохранение и стимулирование экономики с целью дальнейшего повышения инфляции. Как мы знаем, Еврозона и Центральный банк Еврозоны стремится всячески к тому, чтобы индекс цен потребителей, да, то есть то, что напрямую влияет на инфляцию, постепенно увеличивался. Напомню, что оптимальным значением по инфляции является отметка в 2-3% годовых. Именно такая цифра обеспечивает, с одной стороны, позитивные моменты для производителей, потому что они могут рассчитывать на то, что цена на их продукцию будет постепенно расти, а значит будут расти их прибыли, они могут инвестировать все более и более в свое производство. И, с другой стороны, означает, что для потребителей, то есть для нас с вами, цены, точнее рост цен на производимые товары будет не таким ощутимым, да, то есть не окажет какого-то крайне негативного воздействия. То есть 2-3% в год – это вполне оптимальная цифра по инфляции, и именно это является ориентиром для Еврозоны, для Японии и даже для США вот в настоящий момент. Причем, как мы видим, в последнее время именно американская экономика находится ближе своих конкурентов к этому оптимальному значению, что и влияет на рост американского доллара в последние месяцы. Да, вот такой долгосрочный тренд, который мы наблюдаем по доллару, вероятнее всего, будет продолжен и в ближайшее время. Мы говорили о цифре в 2%, 2-3% по инфляции в целевом значении, но вот тот же Драги отметил, что пока прогнозным значением является лишь 1,3% в 2017 году и 1,5% в 2018 году, и это, конечно, также расстраивает крупных участников рынка и расстраивает инвесторов. Также чиновники даже не думают, что этот индекс вернется к целевому уровню и в 2020 году, и это, опять же, оказывает серьезное давление на перспективы вообще экономики Еврозоны, а также Евро. Но, опять же, с другой стороны, мы отметили, что если Евро будет снижаться по отношению к другим валютным парам, то факт снижения национальной валюты сам по себе будет стимулировать экономику дополнительно, и так или иначе ситуация может выровняться, но, опять же, как мы знаем из макроэкономики, простого курса, ситуация выравнивается с некоторой задержкой. То есть, если мы сейчас увидим, скажем, снижение Евро до паритета, даже вдруг, предположим, то фактически влияние на экономику это окажет лишь через минимум год, может быть, полтора. Поэтому, опять же, в любом случае рассчитывать на рост Евро пока не приходится, но, опять же, если мы исключим какой-то прочий контекст и не будем рассчитывать на какие-то возможные спекуляции относительно курса валют, потому что мы знаем, что крупнейшие банки могут иметь свое видение на ту или иную ситуацию и даже, несмотря на все прочие фундаментальные факторы, могут вести свою игру, которая может быть нам даже более мелким участником рынка и не всегда понятна. Поэтому, опять же, с некоторым опасением, но куда более вероятным выглядит именно рост евро, точнее доллара, прошу прощения, по отношению к европейской валюте. Далее, о чем еще хотелось бы сегодня поговорить? Доллар США вырос относительно всех остальных ведущих валют за счет резкого отката доходности американских гособлигаций. Мы вчера видели, опять же, интересные цифры. Мы внимательно следим за доходностью американских облигаций. И тот факт, что доходность их вчера уменьшилась, говорит о том, что, опять же, уже американский регулятор, скажем, не хочет платить повышенную ставку доходности, а это означает, что в экономике США есть масса позитивных моментов, и это означает, что, опять же, американская экономика сможет привлекать ликвидность и с учетом даже более низких ставок процента, доходности по гособлигациям, все это, конечно же, позитив для американской валюты. Напомним, что в прошлую пятницу количество заявок на получение пособия по безработице упало на 10 тысяч с 268 до 258 целевых значений. Вот сегодня появится индекс настроений потребителей от Мичиганского университета, а также отметим, что рекордно высокие показатели индекса S&P 500 американского рынка акций могут оказать дополнительную поддержку американской валюте. Если вы посмотрите на график S&P 500, то, я думаю, весьма и весьма удивитесь. Второй день подряд мы обновляем исторические максимумы. Хотел бы сделать на этом особое замечание и даже призвать вас поучаствовать в так называемом новогоднем ралли, ралли Санта-Клауса, как его еще называют. На самом деле, американский рынок нам дарит некоторые подарки и вполне может подарить их еще больше до конца этого года. На мой взгляд, отличной торговой идеей будет покупка индекса S&P 500. Несмотря на то, что может показаться на первый взгляд, что рынок и так уже перекуплен, поводов для снижения пока нет. И учитывая то, что обычно всевозможные торговые алгоритмы, которые работают у крупных инвестбанков США, направлены на выкуп, вот именно такого паттерна, когда обновляется исторический максимум, по той или иной бумаге, например, мы можем это видеть по отдельной акции, и по индексу S&P 500 в целом это также отлично работает. Поэтому в целом, на наш взгляд, покупка индекса S&P 500 может стать отличной, отличной возможностью для заработка до конца текущего года. Так, двигаемся дальше. Нужно отметить и сказать несколько слов о Японии. Вот японские рынки также продолжают показывать хорошие результаты, поскольку, вот опять же, мы уже говорили о том, что ослабление местной валюты и позитивно влияет на фондовые индексы. И то, что мы видим, наконец-то японский регулятор так, даже сам, может быть, напрямую ничего не делая, не влияя, да, потому что японский СБ, по сути, также от своего курса не отклонялся и придерживается той же стратегии, которую он придерживался на протяжении последних лет. Но, тем не менее, мы видим, что доллар помог, и, наконец-то, Япония добилась того, чего хотела. Так как японская иена продолжает обновлять свои минимумы многонедельные и терять свои позиции по отношению к доллару, а для Японии это очень и очень важно. Напомню, что Япония, как экспортная экономика, очень хочет, чтобы отметка по паре доллар-иена была хотя бы на уровне 120-125, а в идеале и 130. То есть ниже опускаться, пожалуй, уже не стоит, потому что это будет чересчур, но вот никак отметка в 100 иен за доллар не устраивает японского регулятора. И мы, опять же, можем увидеть даже некую поддержку со стороны японского регулятора в отношении своей валюты. То есть сейчас, по большому счету, Япония ничего не делает для того, чтобы иена продолжала снижаться. Все делает доллар, и то, что возрастает обвитит к рискам, мы отмечали, что в целом позитивные цифры макроэкономики по США, да и еврозона с Великобританией, например, пусть и топчутся на одном месте, но показывают небольшие-небольшие приросты каждый месяц. И хоть это крайне-крайне мало, но тем не менее мы видим, что риски сейчас глобально с рынков уходят. Можно сделать такое заявление, и это все, опять же, оказывает поддержку более высоко рискованным валютам. А японская иена такой, конечно же, не считается, и поэтому продолжает свое снижение. Опять же отметим, что тоже снижение японской иены длится уже довольно долго. Мы видим безоткатное движение на протяжении последних недель. И, конечно, хочется в такие моменты, может быть, продать, найти какую-то максимальную точку, найти точку разворота и заработать на масштабном снижении. Но, опять же, будьте очень осторожны с такой позицией, потому что всегда нужно смотреть на прочие факторы, нужно ориентироваться на, опять же, макроэкономические показатели. И мы вам в этом, конечно же, всячески поможем. И, конечно же, мы никогда не призываем пытаться найти вот эту вот точку разворота. Это называется либо ловить падающий нож, на сленге трейдерском, либо вот вставать против паровоза, что называется, когда тот или иной актив просто мчится на всех парах вверх. Поэтому, опять же, пока не стоит пытаться найти точку разворота, это себе дороже будет. В итоге, опять же, пытаться развернуть тот или иной актив нужно лишь после дополнительного подтверждения. После первоначальных пробоев, после того, как увеличиваться будут объемы в том или ином направлении, и лишь после этого занимать уже позицию, противоположную тому тренду, который наблюдался на протяжении предыдущих дней. Скажем еще о британской валюте. Фунт также пал жертвой усиления доллара США в ходе вчерашней торговой сессии. Свежих новостей из Великобритании вчера не было, но вот простой факт, казалось бы, фунт доллар не смог закрепиться выше простой скользящей средней за 100 дней. Да, это отметка Moving Average в 100 единиц, на которую мы всегда обращаем внимание. И от нее оттолкнувшись, британская валюта продолжила свое снижение, хотя оно не было каким-то значительным на самом деле, но тем не менее отметим еще и то, что под вечер, и сегодня уже утром, цена закрепляется ниже важного уровня сопротивления, и если его не преодолеет, то мы увидим дальнейшее снижение по британской валюте. Сырьевые валюты, которыми являются канадский доллар, да, американский, австралийский, прошу прощения, доллар и новозеландец, также вчера показали смешанные результаты. Канадец и новозеландец практически не меняли свои котировки, были на одних и тех же значениях, а вот австралийский доллар упал, опять же, это можно связать с тем, что были очень слабые значения по ВВП Австралии, еще в ходе позавчерашней торговой сессии, вот ранее как раз таки мы узнали, да, что экономика Австралии сократилась на 0,5% в третьем квартале, а вчера появилась информация, что дефицит торгового баланса страны увеличился, и это, конечно же, плохо для Австралии, поэтому, безусловно, мы можем увидеть продолжение нисходящего тренда и по паре австралийский доллар против американского доллара. И, пожалуй, уже завершая сегодняшний брифинг, хотелось бы обратить свое внимание на нефть. Вот сегодня мы еще не говорили об этом, безусловно, интересном активе, и что же интересного произошло вчера. На самом деле, вчера был очень-очень интересный день в плане нефти, и хотелось бы обратить внимание на один очень значимый фактор. Вот вчера мы говорили, что все идет к тому, что нефть будет снижаться и далее. Вот формировалось такое параболическое закругление на часовом графике, мы обновляли день за днем минимальные отметки, и все, казалось бы, говорит о том, что нефть, наконец-то, ну, наконец-то для тех, кто ее продает, туда уже давно, а такие участники рынка есть, их не так мало надо отметить, казалось бы, наконец-то нефть упадет хотя бы до 50 долларов за баррель в перспективе этой или последующей недели. Но спешу расстроить медведей по нефти. В ходе вчерашнего торгового дня мы наблюдали не что иное, как пробой нисходящего канала на часовом графике. И более того, вот если вы посмотрите на часовой график нефти, опять же, то увидите, что сначала был пробой этого нисходящего канала, затем в определенный момент времени казалось бы, медведи собрали все свои силы и был огромный сквиз вниз до минимальных отметок за день. Вот даже сейчас посмотрю точное значение. Это была отметка в 53 доллара за баррель. И казалось бы, что вот сейчас последний такой для медведей поворотный момент, шанс уйти ниже 53 долларов за баррель и склонить все-таки цены на нефть ниже. Но все это выкупили, весь этот объем на продажу был выкуплен и пара, и точнее сам актив, нефть продолжила свое укрепление. Хотя можно было говорить скорее о консолидации в завершении торгового дня, потому что вот этот самый сквиз вниз был именно в ходе американской торговой сессии и активности большой под закрытие Америки уже мы не наблюдали. И вот сегодня мы видим опять же позитивное для покупателей нефти, открытие рынка по нефти. И вы знаете, на самом деле даже все складывается так, что в ближайшее время мы вновь можем увидеть обновление годовых максимумов по нефти. Поэтому хотелось бы призвать вас не торопиться с продажами. Пусть фундаментально опять же спрос на нефть конечно же не дотягивает до предложения. Предложение по нефти крайне превышает то производство, которое есть в настоящий момент на рынках, но все это не имеет никакого значения сейчас локально, потому что локально мы видим, что все смотрят на нефть позитивно. И казалось бы призрачные договоренности стран ОПЕК, которые были достигнуты и вроде бы никто в эти договоренности не верит, они чисто символические, но оказывается, что крупные участники рынка в эти договоренности вполне верят и продолжают закупки нефти, по крайней мере не продолжают избавляться от своих длинных позиций. Поэтому опять же призываем вас не открывать пока сделки, не торопиться со сделками против основного тренда глобального, который сейчас конечно же является восходящим и быть осторожным с сделками на продажу. Вот на наш взгляд можно было бы возобновить продажи, спекулятивные и короткие продажи лишь после закрепления отметки в 53 доллара за баррель. Если вы посмотрите на часовой и дневной график цены, то увидите, что это значение является очень и очень важным сейчас и для покупателей, и для продавцов. Поэтому конечно же пока не будет закрепления ниже 53 долларов, не стоит на наш взгляд открывать короткие позиции, потому что опять же велик риск того, что вы поймаете большое движение против себя попросту на наборе позиций, попросту на том, что покупатели набирать будут позицию и далее в ближайшее время. Поэтому ждем с нетерпением конечно же заседания ФРС, которое состоится уже в ближайшие недели. Вот очень многое будет зависеть от этого события и пожалуй что если не ФРС то уже ничто не может повлиять не сможет повлиять на те тренды которые будут до конца текущего года продолжаться. Потому что мы видим что с ЕЦБ по большому счету все понятно с Японией скажем и Великобританией тоже все понятно вопрос только лишь по Соединенным Штатам Америки и по первому заседанию такому масштабному заседанию ФРС. Поэтому вот опять же вот этого решения по ставке будет зависеть очень многое если не сказать все если мы не услышим ничего нового то те тренды рост СНП 500 рост нефти и рост доллара конечно же будет продолжен вот это можно так сказать подводя итог нашему сегодняшнему брифингу всем успехов в торговле спасибо что были с нами и всего доброго до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok